Доброе утро! Такое уже есть, мне уже подарили поклонники такое кресло, оно действительно стоит, правда его никто не видит, оно так в дальнем уголочке стоит, чтобы так не раздражать коллег. Ну присаживайтесь иногда, по вечерам, когда-нибудь не видитесь. Нет, регулярно, регулярно, чтобы как-то так ощутить себя вальяжно и так немножко свысока посмотреть на всех. Нет, нет, с актерством не покончено, вот как раз закончилась десятка, скажем так, спектаклей новогодних, так что отработал честные новогодние праздники. Вы опять не поехали к Спилбергу? К Спилбергу, ну елки, ну а куда же без них? Ну требует народ, требует страна. Все, но тогда два слова про главную елку, которая будет уже ваша, действительно. Что-то здесь связано с Марком Твеном. Будет Том Сойер. Значит, можно так сказать, от создателей Мама Кот, это Максим Леонидов, Алики Усубиани и Андрей Носков, мы в марте выпускаем новый большой яркий красочный мюзикл для всей семьи. Ну, рабочее название такое, Кремль, Джемль и Бугивуги. Кремль, Джемль и Бугивуги. Да, значит, есть еще одно название, Том и Гек, 21 век. Действительно, действие происходит в городе Санкт-Петербург, американском городе, где живут герои, которых теперь все называют Том, Гек, Сид. То есть, Том, Сойер, Гек, Белитфин, Сид и Бекки. Только они в 20 веке, это 1957 год, красивое время вот этих кадиллаков, этой музыки, Элвиса молодого, пышных юбок, это такой рокобильный все, и стиляги все. Нет, я даже понимаю, для чего вы это сделали, потому что если бы вы остались там во временах Марка Твена, вы бы откапывали дохлых кошек и красили заборы. Идраные штаны. Да, у нас нет, у нас здесь сплошная музыка, сплошные танцы, у нас конкурс, поскольку городу Санкт-Петербургу, американскому, исполняется 150 лет, у нас конкурс, значит, талантов, то есть у нас там шоу, 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 шоу. Вы, кстати, знаете, Андрей, сколько в Соединенных Штатах Америки Санкт-Петербургов? Сейчас вот это мне стало стыдно. Если я не ошибаюсь, 12. Они очень полюбили это название, на самом деле. Вот Москвы, по-моему, штуки 4, а Петербургов 12. 12. Андрей, ну вот смотрите, вы отобрали три состава на каждую роль, то есть вы говорите, что это такой мюзикл, который, наверное, требует затрат каких-то, то есть нужно один спектакль отыграл и еще отдыхать два дня, да, то есть я так понимаю? Ну, во-первых, действительно, мюзикл очень тяжелый по напряжению, по всем, по бокальным, по танцевальным параметрам, очень сильная вещь, и поэтому тут технологично нужно два состава. Потом все-таки у нас большую часть спектакля, это дети играют, это тоже такая вещь опасная, ну, пусть будут все здоровы, но мало ли что. А, и третья причина, что дети растут, поэтому у нас там, мы взяли там третий состав, фактически, как сказать, на вырост, потому что мы не знаем, что у нас будет через полгода, они как махнут там на две головы, и уже будет не девочка, а девушка. Так вас ожидают трагедии вообще-то, слезы, вы представляете, вдруг переростка какого-нибудь. Ну, мы настраиваем наших молодых актеров на это. Бекки уйдет играть что-нибудь из Мапассана. Ну, да, да. Роман! Вот, поэтому, ну, это такое дело, но... Ну, понятно. Трудимся, трудимся. Это нормально, это замечательно. Знаете, что происходит с настоящими артистами? Неизбежно. Они попадают в лапы к Ивану Цыпину, а у нас это называется «Закрома Родины». Посмотрим вместе. Невероятный, потрясающий Раймонд Паулс. Завтра не забудьте ему позвонить или отправить телеграмму. Как минимум, Раймонду исполняется в 80. Не может быть. Да, 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 сегодня. Первое поздравление. Радоваться. Поздравление от Андрея Носкова, Раймонду Паулсу. Ну, вот никогда не было так точно, да. Андрей Носков, замечательный актер театра и кино, по-прежнему встречает это утро с нами. А где еще быть 11 января? Только здесь. И хочется играть опять. Я понимаю, Андрей. А мы готовы? А мы раз и готовы. Опять играть? Да. Опять. У меня... А не было еще просто... Для следующего конкурса у нас есть карандаш, веревка и бутылка. А? Да, поехали. Андрей, я прошу одну карточку отсюда. Да. Сразу смеял. Оп. Замечательно. Совершенно. Смотрите, все честно. Показать без слов. Объяснить с помощью пантомимы. Это же любимое. Практически сейчас мы это наблюдали. Ребята, ну с утра пораньше. Ну как? А теперь смотрите, вот еще. Рома, ты что-то кручил, верчил, запутать хочу. Так. Предупреждать надо. Просто шел... Тихо. Нет, тихо, тихо, тихо. Так, я сейчас покажу зрителям. Да. Покажу зрителям. А нам? А вам нет. А нам нет? А вы должны угадать. Конечно, а как же. Давайте. А Андрюша еще... Такая... Такая... А, девушка в доме сильная. Пиццаняшка. Вопросительный знак. Вопрос. Значит, домик. Кто в доме? Хозяин. Хозяин! Ну, слушай, это было даже как-то очень легко. Это была разминка. Еще, конечно. Может, рекламочку дадим? Поступление в это, в театральный институт. Там же три этапа. Вот я в таких случаях и говорю, как все хорошо начиналось. Поступил в театральный институт. Так, что здесь у нас теперь? Рисование. Необходимо объяснить слово с помощью рисования без использования речи и мимики. Замечательно. Все честно. Нарисовать слово. Это еще один мой слабый. Прошу. Почему это еще один? Потому что пантомима тоже не мой конек. Пантомима мы знали, но тут это понятно в профессии. Ага. Прошу. Ну, нарисовать-то можно что угодно. Так. Так. Просто можно даже написать название фильма, мы прочитаем. Если что. Нет, мы рисуем тут рисуночек. Я понял, понял. Сейчас, 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 сейчас. Как же это рисовать-то сейчас? Сейчас. Кто в доме хозяин? Так. Сейчас это... Это кофе. Нет. Нет, нет, нет. Это камень. Нет. Волосы. Волосы. Нет, это... Это... Ну, это как бы вот... А, мозг, мозг, мозг. О! Это ты смотришь прям сквозь. Правильно. Волосы. Я заглянула в черепную коробку. Мозг. Мозг плачет, плавится, течет. Да, плачет. Плачет мозг. Ну, потому что... Ага. Перегрелся. Потому что... Потому что... Это как бы... Это минус. Ага. Это минус. Плохо, что есть мозг. Горе от ума. А, вот. А, вот. Плохо, что есть мозг. Кстати, я хочу сказать. Все лучше и лучше. И тем самым Андрей торжественно проходит третий тур. Третий тур? Я прошу. Вы ждите, Андрей. Это последний 11 января, который вы встречает вместе с нами. Да ну опять. Опять любимая. Ну не надо. Пантомима. Пантомима, так? Пантомима. Хорошо, если подождите, но давайте дадим другой билет. Нет, если не пантомима, может... А я другой даю. Сейчас другой билет. Я думал, может быть, там... Вместо пантомимы, может, танец, например, Андрей хочет нам... Вот теперь вообще это, по-моему, легче не бывает. Так, мне кажется. Оказать надо все. Оказать. Так. Таня, на. Я, да, на. Значит, красавица. Красотка. Неважно, сейчас, но вот... Девушка. Нимфа. Допустим, да, да, да. Допустим, да. Фифа. Так. И? А, рыцарь на белом коне, принц. Нык. Нык. На лыжах. Красавица и чудовище. Нат. Свалилась в овраг на лыжах. Почти, почти. На коне. На коне? С коня. С коня, да. Вот это самое... И тогда... Слушайте. Я поняла. Я поняла. Баба с московой еле. Да, это Таня Шилина приехала в Петербург. Я-то наоборот... Я-то наоборот думал, что наоборот, как бы, девушки пришли на дискотеку и мужики, давай там это... А тут... Я должен сказать, что... В голове получилась фраза «Баба с воза по тихий час». Я понял так. Отлично, совершенно... Вы приняты. Вы приняты. Андрей, более того, сразу апгрейд, поскольку уже, собственно, вы ушли в режиссуру одним шагом, да? Я передаю торжественно совершенно моему коллеге Серёже вот эту историю. И у вас есть шанс получить мегапроект благодаря нам. Мы, вы, честно, чуть-чуть, ну, договоримся. Давай, Серёжа. Так, значит, сценарий после отдыха. У нас кое-что написано, но нужно какие-то вещи, знаете, доработать. И на улице 11 января вы лениво выходите, вы лениво выходите утром из дома и идёте на работу. На улице жуткий холод, потому что вы одеты... В пижаме. В пижа. На голове у вас... Ничего. Ничего. Вы идёте и напеваете песню... Ни о чём. В лесу родилась ёлочка. В лесу. Тут вам навстречу выходит... Она. Милиционер. Милиционер. И говорит... Ну что ж вы опять? Ну что ж вы опять? Вы незамедлительно сквозь смех отвечаете. Почему опять? Почему опять? И даёте ему. Не было, не было. И даёте ему? Даёте ему. Я думал, от него. Дорого. И даю ему тут же слепленный из снега снежок. Снежок. Вдруг вас осиняет мысль. Что надо уже всё-таки бежать в театр. И, наконец, последняя фраза. И вы радостно во всё горло кричите. Да уже когда эти праздники закончатся? Закончатся. Так, сценарий утверждаю. А, Носков, пожалуйста, здесь подпись. Ой. Да-да-да. Будем ставить? Скоро на всех экранах страны. Друзья, с нами этим утром был Андрей Носков. Мы его не отпускаем. Четвёртый тур пройдёт уже без вас. У нас на это есть ровно 19 минут. Мы скоро увидимся. У-у-у. 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 У-у. У-у. Продолжение следует...